Вода в этом колодце – дурной знак. Знак того, что трубы, по которым должен идти дренажный поток, забиты. И это стало причиной серьезного подтопления поселка Мирный во время сильного ливня. Тогда по соседству с Черным морем образовалось другое море мутной воды. Администрация Сочи дала команду срочно исправить ситуацию. Они, вот эти трубы сейчас, где-то замусорены, где-то очень сильно, ну, ила, очень много ила мы вымываем. Игорь Травцов, главный инженер компании «Водосток», говорит, «Ил» – это далеко не все, что приходится доставать из труб, проложенных при подготовке к Олимпиаде для улучшения экологической ситуации. Грунтовые воды стоят в поселке очень высоко, их нужно постоянно отводить. Работы много, в день удается проходить не более 100 метров. Мусор вымывают сильнейшим напором воды, затем поднявшуюся массу откачивают. Очистку труб, по которым должны проходить грунтовые воды, вполне можно назвать спасательной операцией. И речь идет о спасении нормального образа жизни здесь и всей новой системы водоотведения. Причем, как выяснилось, страдает она не только от природных явлений, но и от деятельности человека. Строители коммуникации оставили в трубах немало мусора, к тому же не все трубы проложены качественно. Приходится попутно их ремонтировать. Забивают трубы и сами жители. 30 кубометров фекальных масс выгребают сотрудники водостока из дренажных сетей. Только на улице Ружейной они обнаружили не менее 10 домов, владельцы которых вывели свои канализационные стоки в общие ливневые трубы. По каждому случаю составляется акт, готовится обращение в полицию, прокуратуру и Росприроднадзор. По совхозу России, точно так же, поселки, также ведутся такие же работы параллельно. По Нагорному каналу идет сейчас подготовка к восстановительным работам, чтобы восстановить стены Нагорного, которые разрушились в процессе эксплуатации. И очистки его от ила. Вот мы параллельно сейчас совместно с департаментом строительства начинаем эти работы. Очистка и восстановление этот процесс в Мирном и Совхозе России будет длиться еще 2-3 месяца. Но, как говорят водостоки, надзор за системой водоотвода должен быть постоянным. Тем временем, совершенствование этой системы продолжается. Переоборудован общий колодец, его пропускная способность увеличена. А новую насосную станцию подключили к дизель-генератору, что позволит ей работать даже при отключении света. Елена Всецына, телекомпания ФКТ.